здравствуйте дорогие мои друзья ну что же дожили мы друзья мои сухенькие ручки гражданина пж потянулись в кармашке простых граждан вы вы скажете да нет оттуда не вылезали попугай попугай ведь кричит он тоже боится как бы сухенькие ручки господина пж не потянулись кормушки попугая он тоже очень берет относится как бы там а то тоже придется сократить рацион там семечки какие-нибудь попроще уж там о яблоках и мандаринах придется забыть бедный попугай он с этим не согласен против против того ну что ж друзья мои знаете даже хочется спеть песенку такую на эти как бы попугай не даст мне сказать не прячьте ваши денежки по банкам и углам несите ваши денежки иначе быть беде и в полночь ваши денежки заройте в землю там заройте в землю где ну у господина пж на друзья мои ну что же пошло поехало значит чего я тут распинаюсь то россия запрещает в вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов скажите ну блин ты говоришь у кого такая сумма наберется да там десятка там поди все-таки это по нынешним временам это миллион миллион но с другой стороны знаете человек который хочет уехать куда-то на семьей продает квартиру что на эту десятку да вот что он с этой десяткой с этим миллионом где-нибудь сумеет ли он устроиться сумеет ли он купить ну снимет какой-нибудь жилье там на пару месяцев где-нибудь в европе или еще где-то максимум попугает возмущен планами планами путина который залез во все кармашки ладно друзья мои ну со 2 марта запретить ввоз из российской федерации наличные иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте то есть любые эти акции облигации превышающий эквивалент 10 тысяч рассчитанный по официальному курсу центрального банка рф и установленному на дату вывода говорится в указе предельных президента вальдемара путина ну кроме этого конечно валютные выручки то есть фирмы не могут выводить деньги но это ладно друзья мои это уже там дело другое это значит иностранный капитал побежит из россии но тут уже недалеко друзья мои до блокировки счетов сначала валютных вам скажут хочу вам снимать деньги и рублевых тоже чего это вам снимать пусть они у нас будут с охране мы их заморозим а если вам очень надо принесите справку там что у вас там свадьбы или похороны или вам она что-то нужно но только с нашего разрешения а так ваши деньги у нас будут сохранности в сбербанке там втб лежать то есть друзья мои до этого сейчас на самом деле как вы понимаете один шаг один шаг до из изымания излишков на вот до такого излишков средств если кто-то из вас там за жизнь накопил как говорится миллиончик да он лежит и думает это мой миллион еще проценты там сбербанк там начислить проценты а то инфляции же потеряете но вот вот эта маленькая такая вещь что в любой момент ваши деньги но они и так уже не припредележат уже они все посчитаны и так сказать вальдемар уже их считает своими а на войну деньги нужны без сомнений потому что война обходится очень дорого поэтому где их взять ну наверное друзья у нас с вами у нас с вами а в первую очередь на банковских счетах потому что все прозрачно все прозрачно кто-то копит на квартиру кто-то копит на машину кто-то просто какая-то подушка безопасности лежит там 500 тысяч там 300 тысяч ну кто кто побогаче у того может побольше миллиона но в любой момент вам скажут ой извините приходите завтра или лучше послезавтра или лучше вообще не приходите потому что не надо нас беспокоить слишком вы беспокойный пассажир вот слушайте друзья попугай четко волнуется за свою пищевую безопасность намекает мне что как как хочешь а чтобы у меня каждый день была миска сожра твой попугай понимает а мы с вами не очень поэтому друзья мои надо почесать макушку и подумать где должны храниться деньги первую очередь хрен с ней с инфляцией но вальдемар друзья мои о наших деньгах никогда не забудет пока все не сопрет до копеечки еще и обвинит вас что вы слишком жадные надо жертвовать на оборону как во времена знаете самолеты покупали и улыбки должны скидываться на что же он за что за свой счет что ли должен воевать нет патриотизм все пока